всем привет дорогие друзья привет сегодня 1 мая поздравляю вас с праздником в турции он тоже есть мир труд май 1 мая день всех рабочих но поскольку мы все работаем это наш день хотя история создания этого праздника праздника очень интересно поэтому обязательно обязательно почитайте точнее даже не праздника дня выражения уважения и солидарности с рабочими в общем почитайте изначально историю этого праздника как я сказала нам очень интересно ну а мы находимся в алании мы Мы находимся на карантине до 17 мая, вся Турция находится на карантине, но поскольку помимо того, что у нас есть своя компания, мы занимаемся брендингом, маркетингом и дизайном, в описании к этому видео смотрите ссылку на наш сайт. Также мы являемся членами союза журналистов, потому что помимо того, что мы являемся, как я уже сказала, журналистами и входим в этот союз, мы печатали раньше три газеты на русском английском, на норвежском английском и на финском и шведском языках. И также у нас был журнал на турецком языке и газета на турецком языке. Впоследствии при переходе на онлайн еще три года назад мы стали печатать только турецкую газету, потому что все остальное уже не актуально. И поскольку мы являемся журналистами, у нас есть и, конечно же, карточка журналистов. Для того, чтобы посещать какие-то места по необходимости и выходить на улицу, передвигаться на транспорте, нужно заполнить вот такую вот форму, обязательно с печатями, с адресами, с номером социальной страховки и так далее. И тогда, если остановит полицию, у вас есть официальное разрешение для того, чтобы выходить на улицу. Также покажу вам свое удостоверение журналиста. Оно как раз является основанием для того, чтобы передвигаться на машине по делам редакционным. Только по редакционным делам. И, кстати, вот в этой вот форме, которую нужно заполнять официально, указывается абсолютно все, куда ты едешь. И со скольки до скольки разрешается тебе выход на улицу по этому редакционному заданию. Покажу вам немного, что происходит на дорогах Алани. И транспорт есть, люди есть, туристам разрешено выходить на улицу и гулять. Всем остальным запрещено гражданам и тем, у кого есть вид на жительство. Все остальные приезжие по туризму, по туристическим целями могут выходить. Если вы выходите, как я уже сказала, то только до ближайшего магазина передвижение на транспорте без разрешений на вашем личном запрещено. А мы сейчас едем в Инжикум Орман Кампе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы приехали в Инжикум Орман Кампе. И здесь, в этом месте, есть место для палаток, с которыми вы можете самостоятельно приехать, так и снять палатку. Есть возможность отдохнуть в караване и есть место для пикника. Но сейчас, поскольку запрещен выход на улицу, те, кто сюда приехал, турецкие граждане или с видом на жительство, до 29 апреля имеют право здесь быть. А те, кто турист, тот может сюда заезжать в любое время. А граждане турецкие только до 29 заехать и после 17 должны выехать. Турецкие граждане сюда не пускают, но поскольку мы пресса, нас пустили. Сейчас мы идем туда, где расположены как раз караваны. Вот здесь вот как раз место для палаток. Кстати, это очень классное место. Мы сюда приезжаем достаточно часто летом. И здесь есть все удобства. Электричество, вода, души. Снять палатку стоит всего 100 лир. Со своей палаткой, по-моему, 70 лир. А въезд на машине 36 лир. Вот так вот можно здесь пользоваться душем, туалетом, водой, умывальниками. Есть разные цены. Большие, маленькие палатки, караваны. Очень большая, классная здесь вот такая вот площадь. Раньше вот здесь вот стояли караваны. Сейчас, видите, вот так вот немного облагородили территорию. И поскольку, мне кажется, из-за пандемии караванов не так много. Но, вон, видите, люди с палатками сушат вещи. Стиральные машины здесь тоже есть, холодильники. И можно было приехать либо со своим караваном, либо, кстати, арендовать его здесь. Сейчас быстренько посмотрим, как обустроен их быт. Потому что нас пустили всего на полчаса. Вот вы видите опять туалеты, душевые. Все очень красиво, обустроено, чистенько, безопасно. И вот так вот люди отдыхают на природе. Кстати, когда закончится карантин, мы тоже сюда обязательно приедем на пару дней, чтобы отдохнуть в палатке или в караване. Спокойно, тихо, а пахнет как... Посмотрите, какая здесь красивая природа. И опять тоже туалет, душевые. В общем, места много. И очень все здесь обустроено. Конечно же, есть интернет, есть электричество, вода. Ну, в общем, как будто вы проживаете в доме, но только на земле. И самое главное, что здесь есть, здесь есть пляж. Ой, посмотрите, какое дерево красивое. Сегодня, кстати, погода такая интересная. Полупасмурное, полусолнечное. Море заходит. Море. Солнце заходит, уходит. Здесь, кстати, вот такой вот амфитеатр. Но если бы его получше обустроили, то было бы классно. О, народ сидит, отдыхает. Сейчас посмотрим, что там на пляже. Кстати, пляж здесь небольшой, но можно купаться тоже. Вот с этой стороны палатки, а вот там вот напротив расположены пикники. Но на пляже все здесь отдыхающие в караванах и палатках как раз купаются. Чуть дальше территория с зоной для пикников. И там можно жарить шашлыки на своем гриле. Есть магазин, туалеты. В общем, также все хорошо, красиво обустроено. Покажу вам немного моря. Потрясающий здесь, конечно, запах. И море здесь всегда очень-очень спокойное. Почему? Потому что вот такая вот бухточка. Даже кто-то приплыл на своем катере. Хороший мелкий песок. И, как вы видите, народу не так много. Идем дальше с вами в зону, где можно приезжать на пикник. Кто-то приехал, например, с одной палаткой, а у кого-то здесь целый обустроенный дом. В общем, привозят воду, кипятят чай. И вот так вот, видите, классно. Палатки можно ставить не на одном уровне, а вот такие вот здесь террасы. Можно не просто палатку поставить, а... Ой, посмотрите, какая машина классная. Потрясающе. Вольсваген. Очень интересная машинка. Откуда она приехала? Кстати, анталийская машина. И вот, видите, можно даже поставить палатку. И вот такую вот беседку, стульчики. Все это тоже можно здесь арендовать. Либо приехать прям со своим караваном, сидеть, работать, как пожелаете. Здесь вот стоят такие караваны. А здесь прям очень большой дом, террасу сделали. Ну, в общем, кто на что гораст. Здесь вот целая семья с велосипедами. Тоже все анталийские, алланийские номера машин. Ой, посмотрите, какая красота. Берешь и на гамаке на своем отдыхаешь. Даже с собачками. Ой, посмотрите, какой красивый. Тоже интересный такой... Интересный такой караван. Человек сидит, я его даже не увидела. Большая здесь огромная территория. Здесь, кстати, также есть отель. Один отель здесь. Один отель дальше по дороге. А далее в ту сторону уже как раз расположена отдельная зона для именно пикников, когда вы приезжаете без палатки и без каравана. Вот здесь как раз начинается зона для пикников. Запрещено разжигать костер, охотиться и выбрасывать мусор. Разжигать костер можно только в определенном месте и только не на земле, а только в таких вот грилях железных. В общем, жаль, конечно, что нас пустили совсем на маленькое время. Айхан тоже снимает, делает репортаж с людьми, которые отдыхают. А я еще и параллельно снимаю для вас. В общем, зона для пикников большая, очень большая. Есть скамейки, столы, кафе. И опять же туалеты, раковины для того, чтобы помыть руки. В общем, вода, электричество. Все-все это есть. Вот посмотрите, какая здесь красивая территория. И вот это все, друзья. И вот это все, друзья, на берегу моря. Буквально в 30 километрах от Алани. Там у нас отель. Там отель. С той стороны тоже один. Есть один большой-большой отель. Ну, конечно же, зона для пикников закрыта, потому что, как уже сказано, никого не пускают на территорию, кроме иностранцев. Ой, непривычно здесь быть, когда никого нет, конечно. Вот. Так вот здесь все выглядит. Очень часто и много мы сюда приезжали. На пикник у меня есть на канале видео, как мы были здесь на пикнике. Вот, пожалуйста, раковины. Мойте руки, продукты. Все, что необходимо. Кстати, маркет открыт. Они здесь вот так немного облагородили территорию. Спасибо товарищу, который руководит вот этим вот всем местом. Попросила его выключить музыку, друзья, на пять минут, чтобы мы с вами могли послушать море и насладиться тишиной. Посмотрите, какой здесь прекрасный берег. Красота! Море настолько прозрачное, что просто вау! Морека! Я перебил тебя. Махаврылся. Я очень Particularly у нас большой культом мастер-лога и в школе. Да, в празднике есть много кальтовых и фотографий. Да, я немного друзей. Я которых было видео, они вот посмотрели. Но, я на этом уехал, с той частью и водкой, здесь здесь об одном фирме и цветочнете. Цифиг церет за 18-ти день в своем городе. мы не связываем с людьми, мы не связываем с людьми, с места очень хорошо, поэтому мы защищаем себя в воздухе. Айхан пообщался с народом и, как он сказал, всем очень понравится. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего, подписывайтесь на наш канал и смотрите все самое интересное из Турции. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok